Которую также набирают Кристиан Джонс и Никита Михайловский. У Минска 12 на счету Владислава Близняка, причем 2,7 издали. И как раз большинство своих очков он набрал именно в четверти под номером 2. У Зак Смита 7, по 4 как раз у Кирилла Сидника, Алексея Тростинеткова и Данила Борисевича. То бишь все, в общем, это баскетболисты, которые у Минска набирали очки. Ну а у Автодора Боутрайт, Джонс, Колесников, Гарретт и Петенев на площадке. И у Минска Владислав Микульский выходит вместе с Близняком. Они сейчас наверху в зоне защиты. Кирилл Сидник, Дарелла Ронанда Зиненко и Зак Смит также на паркете. Колесников двигает мяч, Петенев идет под кольцо, но довольно сложную атаку выполняет. И Минс здесь уже в контратаке. Близняк скид очка и Владислав Микульский набирает первые очки для себя. Вот как раз меньше 30 секунд прошло в том моменте, как Микульский появился на паркете и сразу отметился очками. Баскетболист ранее выступавший в чемпионате Белоруссии. Также имеющий опыт выступления на турнирах по баскетболу 3 на 3 в составе белорусских команд. И в общем-то это баскетболист все равно, который в своей карьере заслужил, так сказать, повышение в классе. Благодаря неплохому выступлению за свою предыдущую команду. Если чебольский Борисфен она называлась. Пятенев промахивает с тем временем с дальней дистанции. Грузит на Микульского в трехсекундную зону. Против Колесникова не смог разобраться 1 в 1. Кирилл Ситник и его Евростеп здесь. Но Райан Боутрайд еще и в защите. Классно играет. Скидочка на Пятенева. Пятенев сверху этот отрыв завершает. Александр Пятенев сегодня все очки свои набирает как раз именно бросками сверху. По-моему, ну да, у него всего 4. После этого попадания как раз первый тоже был Данг. То есть еще один эффектный блокшот от него был в первой четверти как раз, если я не ошибаюсь. Близнюк скидка на Ситника. Ситник 3 в получение. В дальнюю дужку мяч удорается. И подбор уверенно за Автодором. Это делает Кристиан Джонс. Пятенев здесь не спешит. Даже не стал такую полноценную двоечку играть. Отдал мяч, собственно, Райану Боутрайту, который это и привык делать. Ну а Микульский агрессивно играет наверху, нарушая правила. И явно Ростислав Бергун недоволен тем, что выписали здесь фол. Но, по-моему, он попал своей рукой по лицу Микульский и Райану Боутрайту. А, нет, это у него претензий не к арбитру, а как раз к своему подопечному. Тут тоже удивляться было бы сложно фолу, потому что в непосредственной близости от эпизода как раз Вергун находился. Боутрайт. Еще один заслон от Брэндона Гаррета. Боутрайт на своего большого. И Гарретт проваливается в трехсекундную зону. Там нет подстраховки. И, в общем, Эрнандо Зиненко не... А, Гарретт ближе к кольцу. Кого там трехсекундную зону помочь? Нет, Блиннек. Вот здесь неплохо играет на Эрнандо Зиненко. Тот, мы видим, не идет вниз, делает паузу. Сразу несколько решений у него возникает. И насильники правила нарушаются. Делает это Колесник. Второй фолл для Колесникова. Ну и Денил Борисевич тем временем возвращается на паркет. Близнюк на Ситника. Вновь Близнюк. Шесть секунд на атаку. Надо уже что-то придумывать. Ситник идет под Пятенева. И это не нарушение права. По мнению арбитров. Так что... У Ситника сколько? Три и семь десятых. Сейчас будет на бросок. Вот они болельщики Автодора. Но явно в хорошем расположении. Я бы даже сказал так. Поспокойнее, чем было в первой половине. Но они, я думаю, что и прекрасно понимают. Разница. Ох, как хороша! И Зак Смит что творит. Вы посмотрите. Какой данчище прямо. Через Александра Пятенева он это сделал. Поэтому постер. Постер можно здесь вполне засчитать. Правда, при разнице в минус 20, конечно, это уже, наверное, не так. Особенно эффектно встречается болельщиками Минска. Тем не менее, Брэндон Гарретт. Вы посмотрите, что делает. И обманул он просто всех здесь. Кто пытался ему помешать. И таким образом Гарретт второй баскетболист в составе Автодора. Сегодня имеющий статистику в 10 и более набранных очков. Как раз после Райана Боутрайта. Борисевич Близнюко подтягивается. Зак Смит давненько Никиты Михайловского не видно на площадке. А здесь Рада Загорац чуть был, не перехватил. По крайней мере, прервал передачу. Рада Зиненко и Близнюк вернулись на паркет. Как раз короткий отрядчик дали им передохнуть. Ну и надо было сразу бросать. И вообще непонятно за фол от Боутрайта. Но, наверное, просто не справился, так сказать, с управлением. Американец. Там сколько? Десятые оставались. И прям Боутрайт полетел во Влада Близнюка. Его еще приобнял. Всякое бывает. Наверное, при плюс 23, конечно, Тэджей не так сильно это повлияет. На счет. Ну а Близнюк тем временем первые два забивает. Ну и, к слову, если вспомнить предыдущие матчи Минска в Единый Лиге Добей, вообще вспомнить статистику Близнюка, то у него 7 очков было в стрейкинг за игру. А лучший матч он провел, ну, точнее, два лучших по результативности. Как раз были против московских команд, 9 против ЦСКА и МБА. И сегодня уже 15. Он переносит к своей команде Боутрайт. Гарретт здесь вновь идет на пик-н-ролл. Боутрайт скидывает Загурацу. Рады с дальней дистанции. И трешечка. Трешечка, которую Афтодор забивает сегодня с процентом почти под 60. Благодаря вот этому попаданию Загураца становится 9 из 15. Вот как раз 60% вновь. На счету Саратовца Близнюк отдает все-таки на партнера. И это Владислав Микольский. Но все-таки блокшот ему Загурац ставит. И контратака Афтодора может получиться. Боутрайт. И вот Борисевич прихватывал несколько раз и даже попытался. И выбил мяч. Был активен Даниил. Но, по крайней мере, у Афтодора еще 15 секунд на атаку, а не на чужой площадке. Вот как раз и Михайловский возвращается. О, Минск Максим Карацов. Но в игре в первой половине. На счету Карацова. Очков не было. Сыграл он 130,5 минуты. И вышел вместо Владислава Микульского на площадку. Загурац. Михайловский на Джонса не будет отдавать. Отдал на Пранаускиса. В итоге болтрайт внутрь Гаррету. И что такое? Это фолл... Это фолл в защите. Давайте смотреть. Ну вот здесь кажется, что Эрнандо Зиненко хватал Брэндона Гаррета. Но, по-моему, от Гаррета не было лишних движений руками, которые могли бы спровоцировать. Так сказать, фолл в нападении. Вот. Но так или иначе, владение остается у Автодора. И Боутрайт как раз вместе с Гарретом в площадке уходит. Появляется Евгений Минченко и Никола Рэбич. Также на паркете Пранаускис влетает туда под кольцо. Но мяч теряет. Пишет Близнюк под кольцо. И делает скидку на Зака Смита. А Смит заступает в аут под давлением оппонентов. Очень громко заряжают сейчас болельщики Автодора. Прям слышно на весь Falcon Club. Хотя их всего трое. Но когда ты хочешь поддержать команду, пытаешься быть максимально громким, то тебя будет слышно даже. Даже вот так Михайловский. Но вот Минченко опять же в такой ситуации отдавать вниз, наверное, это не лучшее решение. И Минск наказывает за эту ошибку. Зак Смит в контратаке с фолом. Набирает два очка. Давайте смотреть, как это было. Дотащил Зак Смит. И мяч провалился здесь. В итоге в корзин. 11 очков у Зака Смита. И таким образом он сравнял шот в третьей четверти. Но бонусную попытку не забил. И теперь Никита Михайловский. Вероятно, один из тех, кто будет управлять нападением. Автодора. Загурац на Рэбича. Рэбич. И это фол в момент трехочкового броска Данилу Борисевичу. Сергей Михайлов сейчас объясняет, за что именно было выписано нарушение правил. Вот здесь Борисевич прихватил Загородца. И, видимо, не показали до конца как раз момент броска Рэбича. Видимо, там был контакт с рукой. Как раз-таки бросающего. И Рэбич отправляется на линию. Это его первые очки в сегодняшней встрече. Ранее выступал он за пресс-нарский Енисей. Знаком прекрасно болельщикам единой лиги ВТБ. Ну и теперь в Автодоре, конечно... Да, он, пожалуй, явная такая вторая опция разыгрывающего. Но, опять же, это не просто игрок, чтобы разгрузить болт райд. Это вполне себе иногда и усиление на неплохие минуты. И здесь три из трех. Забивает Рэбич. 40-64. 24. Становится разница. И сразу три от Минска в исполнении Тростенецкого этот бросок. Коротцов. Попыточка забрать мяч у Минска все-таки не увенчалась успехом. И тайм-аут. Кто там попросил? Автодор берет тайм-аут. Причем, по-моему, Милуш Павичич вообще еще не использовал тайм-аут. А вот сюда поставь. Они двое на мячок. Быстрее едите сюда. Рэбичу. На подрешок. Ирина Роу. Или Радоцу, или Никите. Они плохо защищают клоу-аут. Атакуем клоу-аут и в обрадок. Вот такие вот наслаждения от болельщиков Автодора. Главное, что команда побеждает. И есть повод радовать. Видите, а у их сайта. Если Никита бросает, они теряют игроков. Иди на подбор, а там и сюда. Вот сюда на подбор, понял? Ты имею в виду на скок, тридцать на скок. На подбор идти. На подбор идти. Смотрим за Данкова Александра Петенева. Это были первые очки Автодора после большого перерыва. Как раз передача Райана Боутрайта, которых он отдал сегодня. Результативных уже семь. Чем не претендент пока, по крайней мере, на попадание в команду недели. Единой лиги ВТБ. Дело всего одной потери. 17 минут. Дает он КПИ 27 уже сегодня для Автодора. Почему? У двух, так сказать, следующих представителей Автодора по КПИ 14 баллов. Это у Гарата и Минчин. Так вот полезен он сегодня. Я про Боутрайта. Виталюс Пронауски. Скидка на Михайловского. 5 секунд. Надо бросать. Очень долгий перевод от Михайловского. И быстрый отрыв Минска. Близнюк на Карацова. Есть набранные очки. Очень верен в себе Максим Карацов. И в этой атаке завершил. Да, открытый бросок. Но, впрочем, много интересных решений. Порой Апранауски. Посмотрите на этого парня. Он, на самом деле, весьма смел для того, чтобы брать для себя в нападении. И через Эрнандо с Изиненко забивает уже какую-то по счету десятую треху для Автодора сегодня. Даррел не стал сам. Скинул на Зака Смита. Обыграли они здесь вдвоем одного Евгения Минченко в трехсекундной зоне. Ребич остановился и будет сам со средней дистанции. Тоже, тоже весьма уверенно. Ребич у Автодора. Все баскетболисты. Вот Проналский стал последним из тех, кто выходил и набрал очки. То есть все баскетболисты выходят и приносят пользу в нападении. Плюс в защите. Мы видим их эффективность тоже, тоже весьма хороша. Зак Смит с дальней дистанции. Вот что от него мы не видели, так это трехочковый. И если я не ошибаюсь, для него это вообще первая треха в единой лиге ВТБ. Так что весьма символично она получается. Минченко вылавливает мяч. Остается он у Автодора. Михайловский. Михайловский идет вправо. Остановился. И тяжелый, средний, но забивает Никита. У него тоже 4-10. Ну и собственно Зак Смит в предыдущих матчах. Да, у него было 0 из 1 в каждой игре. Поэтому это действительно его первые трехочковые. Кратцов. Смит. Кирилл Ситник. Который здесь довольно долго искал вариант для передачи. Но бросать уже надо. И Близнюк это даже не по кольцу. В итоге и победы расстанавливают встречу. Новое 24-х секундное владение для саратовской команды. Вадим Стубета возвращается. Автор четырех фаллов за 6,5 минут. И Владислав Микульский. Также на площадке. К тому, что Стубета как всегда агрессивен. Он не часто выходит. И от этого понятно, что большое-большое желание у него есть. Всегда играть агрессивно. Агрессивно. Но вот. Пока с агрессивностью немножко переусерд. Раде Загородс. Проходит сложный мяч. И как следствие не точно. Близнюк идет внутрь. Смотрите, что пытался выкрутить. Не забил. Но дали фолк. Дали фолк Никите Михайловскому. Это фолк четвертой команды для Автодора. Тут Загородс попытался вывести мяч. Близнюк очень вовремя взял его в две руки. И немножко не докрутил этот проход. Точно. Близнюк. И опять. Опять он забывает оба штрафных. Собственно. Ну да. Тут даже было три из трех. У него теперь пять из пяти. И семнадцать на счету Близнюка. В этом матче Рэббич бросать не стал. Пронаускис. На себя берет бросок. Да, Пронаускис. Вот это непростые действительно. Непростые действительно атаки ему удаются. Казалось бы. Вот тоже берет не самые однозначные вещи. Под, так сказать, свой контроль. Но главное, что ты забиваешь. Забил. Все равно тренер поаплодирует. Кирилл Сидник. Ну вот это его отрешки. Узнаем, узнаем. Кирилл Сидник. Уже очень опытный на самом деле баскетболист, конечно. И ясно, что в Минске он, наверное, и в раздевалке тоже большую роль играет. Фалид Микульский на сей раз. И это четвертая команда. Михайловский в угол. И еще одна три от Пронаускиса. На сей раз мимо. Виталюс тоже выступал в баскетболе 3 на 3. Впрочем, как и, ну да, как и Владислав Микульский. Ну что, вообще много, на самом деле, белорусских баскетболистов тоже активно привлекаются в баскетбол 3 на 3. Можно вспомнить. В числе и Максим и Виталия Люточей, выступавших за тогда еще ЦМОК и Минск. Ну а Виталий Люточий сейчас, напомню, играет за Нижний Новгород. Это Евгений Минченко. Нашел он фол. Там явно арбитры. Ну то есть, явно игроки Минска недовольны решением арбитров. Но тут Микульский, естественно, руки положил. Так сказать, на оппонента и фол весьма-весьма понятен. На счету Минченко 5. Шестое очко. Ну и да, Михайловский 10, Брэндон Гарретт 10, Боутрайт 18. И Кристиан Джонс. У него тоже 8. Готов вернуться в игру. Фомерису предположить, что число баскетболистов Автодора, которые наберут сегодня более 10 очков, то есть их будет больше трех. Близнюк. Последняя атака Минска, скорее всего, в третьей четверти. Кирилл Сидник еще один трехочковый. Но теперь не точно. Здесь под давлением игроков Минска оказывается Автодор Микульский. Забирает мяч. И Близнюк под сирену. А в окончании четверти все-таки не точно. Там еще Рэбич падает под давлением, но фола нет. 52-74. Минимально и третий у четверт забирает Автодор. Таким образом, увеличивая свои шансы на победы в сегодняшней встрече. Всего лишь 10 минут наверняка отделяют саратовцев. Либо же мы увидим хамбэк от Минска. Кто знает. Играет мяч.